Итак, ну что ж, Ария Румы и маленькие любители квадратной шаурмы и марсианского прохождения. Это Мамору, и мы продолжаем. Со своей стороны я хочу вам напомнить, что в прошлой серии мы занялись вот такими вот огородиками. И вы можете наблюдать то, что за кадром я немножечко подразвил всю инфраструктуру, и теперь этих огородов стало гораздо больше. Как мы можем помнить, их крафт в принципе очень легкий, поэтому это было вообще без проблем. У меня сейчас всего 16 получается различных огородов здесь расположено. И самое прикольное, что они здесь совмещены с модом иммерсив инжиниринг, а именно они с помощью вот этих вот МВ релеев подключены к общей системе по энергоснабжению, и здесь абсолютно нету лишних вот этих вот труб с энергией, как это было до этого, и теперь по-моему это смотрится гораздо круче и гораздо прикольнее. Все вот эти вот средневольтные коннекторы подключены к общей батарейке, которая в свою очередь подключена к единой системе. Из-за того, что в принципе эта энергия требовала большого количества энергии, мне пришлось вот этот вот наш кубик до элитного прокачать, а также увеличить количество ветриков. Как мы можем видеть, даже у меня из-за этого немножечко постел FPS, из-за большого количества ветренных конструкций, которые достаточно напрягают мой процессор. Но не об этом сейчас. Главное, что я думаю, то что мы сможем отказаться от этой энерговырабатывающей конструкции в пользу какого-нибудь менее затратного по процессору ресурса. Но не об этом сейчас. Самое прикольное, что помимо того, что я поставил все эти огороды, я начал здесь выращивать различные ресурсы, и не только те ресурсы, которые я выращивал до этого. У меня здесь, по-моему, размещены в каждой вот этой вот Garden Closure по одному из разных семян, которые выращивают разные виды растений. И здесь вы можете видеть все те типы семян, которые у меня здесь выращиваются. Это кварц, железо, сталь, бронза, алюминий, и два вот таких вот слитка, которые я раньше не использовал, но они также здесь выращиваются. Vibration Alloy и Dark Steel. Vibration Alloy это просто обычный слиток, который получается на вот это вот Alloy Smeltery из энергетического алоя и обычных перлов. А энергетический алое это обычный вот такой вот сплав, который ничем себе не примечательный. По большей части вот эти вот слитки, которые у нас здесь вырабатываются все это время, будут использоваться в распахивании и разработке мода именно Ender.io. Благодаря этим слиткам у меня получилось скрафтить вот такие вот элитные провода, которые проводят со своей стороны гораздо больше электроэнергии, нежели провода прошлого тира. Благодаря чему сейчас у меня все эти провода уже окончательно спрятаны, перенетены и удачно все это более-менее гармонично смотрится, что меня, несомненно, радует. Блин. Ну а последний слиток, который здесь у меня вырабатывается и используется, это слиток темной стали. Как ни странно, этот слиток тоже из Мондер Эндер.io, и тоже он получается на Simple Alloy Smelter, который у меня здесь давно стоит и скрафчен. Он, в принципе, легко и просто у нас здесь создается, и абсолютно с этим нет никаких проблем. Он у нас здесь есть, и хорошо. Он нам пригодится, но чуточку позже. Но о нем не стоит забывать, и его понадобится в большом количестве, поэтому пусть здесь растет и пусть здесь выращивается. По большей части сталь, олова и бронзу я начал здесь выращивать, вместе с алюминием, только для будущего мода Галактикрафта, если мы задумаем улететь с этой планеты когда-нибудь. Я думаю, то что в скором времени мы будем об этом задумываться. Также по изменениям у меня появилась такая вот хоппин бонсай поты с Шугер Кейн, который производит необычный вот такой вот сахарный тростник. Тростник я получил из семян, который в свою очередь получается благодаря просейке обычной земли через сито. Но в принципе это мы получали в первой серии, и не стоит упоминания. И последнее, последнее, что мы сделали за кадром, это вот эта вот супремиумная печка. Как ни странно, она получается, проходя через всякие круги ада с различными другими печками, и прикол ее в том, что она пережаривает вещи гораздо быстрее, нежели остальные печки. Но самое обидное, что это не последний тир, есть еще ультимативная печка, у которой эффективность аж 9000%. Она в свою очередь крафтится из предыдущего тира, то есть из супремиумной, и на это требуется несколько большое количество голов физерскелета. Печально, конечно, но ладно. И теперь же мы переходим к контенту, который именно запланирован был на эту серию. Для начала я хочу вот этот вот соулдайгер скрафтить. Для этого нужно сделать вот такой вот соулстоун, который получается из соулсэнда и обычного камня. И это очень прекрасная возможность протестировать нашу печку, и закидываю я сюда булыжник, и с такой вот скоростью он все это пережаривает безобразие. По-моему, это очень-очень классно. Соулстоун я крафчу. Теперь я смешиваю соулдаст. Получаю вот такие вот частички, и теперь это мне нужно еще раз, по-моему, повторно пережарить. Да. Получая вот такие вот слиточки, из всего вот этого безобразия мы крафтим себе вот этот вот даггер, который нам позволит добывать эссенции из различных мобов. Но мобов пока что нет, поэтому сильно не пережевываем за эту тему. А вот что на самом деле мне поможет в ближайшем времени, я думаю, очень-очень сильно, и то, что мне пригодится, это вот такие вот супремиумные слитки. Я думаю, мне схватит штучек 16, и мне нужно сейчас с базовых, получается, постоянными методами улучшения дойти до красных слиточков. И сейчас вы все поймете зачем. Я получил 16 супремиумных слитков. И теперь я хочу для начала улучшить все мое оружие и снаряжение, которое у меня здесь имеется. Хотя бы вот этот вот каменный меч, который у меня здесь лежит уже, не знаю, с каких-то здесь не напамятных времен. Как бы он есть, пить не просит, но тем не менее. Механику, по-моему, как его улучшать, я уже показывал когда-то. Но я думаю, это не будет лишним, если я покажу еще раз это все безобразие. Нам потребуется заливка из вот такой вот формы. И немножечко, я думаю, вот такой вот золотой руды, которая сможет эту заливку нам создать. Когда золото здесь успешно расплавилось, мы вот эту форму тдыщ, потом сюда вот золото тдыщ, и у нас получается форма для нашего меча. Все, формочка у нас есть, и нужно дождаться, когда супремиум у нас успешно здесь пережарится. Главное, что вот эти слитки мы сюда перелили, и получили вот здесь, получается, наши ножны для нашего меча. Теперь я с помощью Tool Station хочу это все сюда безобразие поместить, и сделать вот этот вот суперский меч на 17 урона. Вместо 6 урона, которое у нас было до этого. Я за кадром уже максимально проапгрейдил, как мог, все это безобразие, все эти инструменты, которые у нас есть. И все у нас будет замечательно. В принципе, можем сейчас отправляться искать данжи, которые я хотел и запланировать на эту серию. Ведь благодаря этим данжам мы сможем найти тот самый необходимый нам чертеж ракеты, с помощью которого мы смогли бы покинуть эту планету. Так, получается, у нас для вылазки почти все готово. У меня, получается, есть немного кислорода в малых танках. На запас у меня есть еще два больших танка. Еды у нас, в принципе, я думаю, хватит. Броня из Осмия, в принципе, тоже неплохо защищает. Чуть хуже, чем Алмазная, но ладно, этого, в принципе, должно хватить. И я думаю, с таким вот набором, в принципе, мы можем отправляться искать данжоны, которые мы так хотели. Я думаю, бежать куда-нибудь туда, и рано или поздно мы что-нибудь найдем. У нас, к сожалению, уже закончился первый наш баллон с кислородом, о чем сигнализирует у нас индикатор в правом верхнем углу экрана. К этому моменту я пробежал вот такое вот большое расстояние, и, к сожалению, пока что даже на мини-карте я не вижу ничего похожего на то, что мы с вами ищем. И я продолжаю пока что бежать в одном направлении. И если, я думаю, и этот баллон с кислородом у меня закончится, то я просто развернусь и побегу в обратном направлении, и при этом буду разведывать большее количество территорий за раз. Я пробежал практически 3000 блоков, и за все вот это вот гигантское расстояние, мне попалось ровным счетом ничего. То есть буквально ни одной пещеры, которая могла бы нам как-то помочь посодействовать в этом нелегком нашем деле выживании. Это, в принципе, было мною ожидаемо. Мы сейчас берем, просто отбегаем немножечко вот сюда вот в эту сторону, и бежим тем же маршрутом, но немножко с другой стороны, разведывая эту карту в обратном направлении. Да ладно. Смотрите, что мне выпало. Я не знал о таком шансе. Просто бегу, убиваю различных созданий, и мне выпадает газовый баллон с воздухом из крипера. Оказывается, их все-таки можно выбивать из мобов, и с некоторым шансом он все-таки выпадает. Крайне неожиданная и очень даже приятная находка для меня. Если я начал встречать здесь астероиды, значит, я уже близко очень начинаю подходить к нашей базе. И сейчас мне нужно будет, наверное, обновить нашу киручку для того, чтобы добывать астероиды, которые у нас здесь находятся, было бы гораздо эффективнее. Вон, кстати, у нас уже наша база виднеется, у нас здесь вот буквально за холмом. А знаете, что плохо? То, что за все вот это вот исследование, за все вот это путешествие, которое заняло у меня около получаса, я нашел ровным счетом ничего. Плохо. Но у меня есть небольшой такой ультимативный метод, который можно посчитать, наверное, читерством с какой-то стороны. Сейчас, конечно же, я все вам расскажу, как только прибегу на базу. Все по порядку сейчас с вами делаем. Первым делом я захожу вот в эту самую карту, нажимая на вот эту вот кнопочку, и нам предлагает сделать автокарту и какие пропущенные чанки я хочу, получается, открыть. Я нажимаю все. И у нас, по идее, пошел процесс. Вот он. Вон он у нас отображается. 5%, 10%. Замечательно. Пусть отображается. А я пока себе сделаю новую кирку из вот этого вот супремиума, который у меня здесь имеется. Теперь же, благодаря тому, что я несколько зомби убил с помощью зомби-чанков, я могу скрафтить зомби-семечко. Из зомби-семечко я могу куда-нибудь посадить с вами. В принципе, у меня вот здесь-то есть гардены. Не задействованы никаким образом. Пока что она, конечно, у нас будет малоактивна, но ладно. Главное, что у нас пошло выращиваться. С помощью, получается, выращивания его я буду получать зомби-эссенцию, которую переделаю впоследствии в Rotten Flash. А Rotten Flash, как мы можем помнить, это та самая кровь, из которой я получу слизь. И мне не придется с помощью этой печки долбить себя. Что, конечно, очень прикольно, но зачем, если можно использовать Rotten Flash? Это хорошо, одной проблемой меньше. Теперь наголовье для новой кирки я делаю. И у нас там завершилось сканирование карты. И посмотрите на вот эту вот прикольную вещь. А! А-ха-ха-ха! Я тебя нашел! Вот она, вот она, вот она. Это было в самом, получается, конце карты, которую мы исследовали. Вот такой вот там большой кусок открылся. Вот такой большой метеоритов количества у нас возле базы находится. Это, конечно, прикольно, но... Все-таки я искал вот это безобразие и вот эту вот вещь. Это тот самый данж. Его ни с чем не перепутаешь, и он на карте вот таким вот образом отображается. И как я вижу, да, у нас есть еще один чан, еще один данж, прям под боком. Это замечательно. И еще один данж, прям под боком. Это просто невероятное везение и удача, что так все обернулось. Сейчас мы с вами заполняем баллоны с кислородом. Делаем новую кирку себе, супремиумную. Следом я хотел бы еще одну подготовительную вещь сделать. У меня есть glowstone, но... Я могу его выращивать? Да, я могу его выращивать. Мне нужно теперь сделать способ выращивания glowstone, потому что glowstone сейчас мне понадобится, наверное. У меня весь он закончился. А как его делать-то? По-моему, на сити, да, на железном сити из дастер. Плохо. Да просеял я, получается, glowstone весь. И теперь успешно крафчу вот это вот семечко. И теперь у нас, получается, еще один garden cloche запущен. Так, теперь мне, по идее, нужно здесь везде провода провести и скрафтить еще один крафтер. Так, крафтер я размещаю. Теперь его нужно настроить на вход. И сюда, по идее, пошла уже вся наша эссенция. И сейчас хорошая возможность продемонстрировать, как работает вся вот эта вот система и как, в принципе, она здесь должна подключаться. Получается, вот этот вот коннектор я подключаю на прибор, которому я хочу подводить электроэнергию или из которого я хочу ее забирать. А вот это, получается, реле выполняет роль разветвителя этой самой энергии, который разветвляет приходящую энергию по нескольким приемникам. И у меня, получается, благодаря вот этим вот катушкам, получается, самим проводам подключить вот этот вот, получается, сам крафтер к электросети. Главное, что у нас получается сделать так, чтобы у нас получилось rotten flash и glowstone. Супер! И получается, единственный минус всей этой системы, то, что случайное мое задевание вот этих проводов приводит к тому, что меня пигачит током. Ну ладно, ничего страшного. Главное, что мы получаем с этого всего безобразия, причем очень даже эстетически выглядящего безобразия, большое количество ресурсов, которые мы можем успешно везде использовать. Это все хорошо, но мне нужно не забывать то, что я должен все-таки заполнять вот эти вот танки кислородом. Я думаю, в поход в данж у нас просто так не отделаемся, и мне в любом случае понадобится скрафтить новый вид брони, и в этом нам поможет осмимум компрессор. Для его крафта у нас все есть, в принципе, в этом вообще никаких проблем нет, и его мы здесь вот размещаем себе. Для него, как ни странно, нужен осмий. Это хорошо, это мы сделали. Теперь, как ни странно, я хочу сделать вот такую вот пылинку. Она делается, по идее, из обсидиана и алмазов. Обогащение пошло, я думаю, 16 штучек мне в принципе должно хватить. И таким образом, благодаря обогащению, у нас получается обогащенный обсидиан. Его могу я успешно собирать, закидывать в компрессор, и у нас, благодаря осмию, обогащенный обсидиан получается собирать вот такие вот слиточки, которые уже я смогу успешно использовать в качестве брони вместо брони из осмия. Одной проблемы меньше, весь кислород в танке я успешно погрузил, и теперь у меня по кислороду проблем быть не должно, по крайней мере на сражении с боссом. Тем временем обсидиан у нас обогащается, и мы постепенно начинаем себе крафтить броню из этого самого драгоценного, то ли металла, то ли не металла, ну ладно. Даже несмотря на то, что эта броня нас очень хорошо защищает, она остается очень-очень непрочной. Ну ладно, ничего страшного. И сейчас я хотел бы себе скрафтить последнее, что нам понадобится в этом походе. Это именно то, зачем я делал себе вот этот вот glowstone. Это, как ни странно, факела из мода Galacticraft. Пожалуй, вот этих двух стаков не хватит за глаза, и мы можем отправляться с чистой совестью на исследование. По пути, конечно же, я буду собирать стараться метеориты, ну и в принципе, за кадром я уделю достаточно большое количество времени сбору этих самых метеоритов. А вот и та самая пещера. Я надеюсь, что меня здесь никто не убьет, с первого раза, конечно, но тем не менее, шанс все-таки есть, и умирать здесь очень сильно не хочется. Здесь нас встречают кирпичи, которые мы можем, конечно, ломать, но лучше это не делать. И вот, я думаю, постоянные гости этого данжа, крипера здесь нас встречают. Главное, с ними как-то поаккуратнее расправляться. Спавнера, да? Спавнера тут, получается, скелеты и крипера. Я не знаю, насколько необходимы нам эти спавнера. Есть ли смысл вообще какой-либо их сохранять здесь? Думаю, как минимум этого данжа я буду все спавнера ломать для того, чтобы получать именно сломанные спавнеры для моды Ender.io, которые я буду дальше использовать. Фрагменты угля. А, фрагменты карбона, это просто обычный пережариваемый уголь. Ничего интересного. Пластиночка и экскавейшн. Получается, область копания нам повышается. Прикольно. Сундучок я себе тоже забираю. Еще одной комнатой стало меньше. Хорошо. И получается, вот она. Вот она, та самая комната с боссом. Что-то я очень сильно переживаю, на самом деле. В прошлые разы, когда я исследовал подобные пещеры, здесь комнаты развилок было гораздо больше. То ли именно эта маленькая пещерка, то ли еще что. Но в любом случае, мне кажется, это ненормально. Перестрахуюсь, пожалуй, я. И надену сразу себе вот эти вот большие газовые баллоны. Что ж, погнали. Привет, босяра. А где босяра? Э, так не играю. А где босс-то? Э, алло. Сложность нормальная. Я не менял ее по ходу игры. А почему? Где босс-то? Как это работает? Нет, конечно, отсутствие босса это классно. И все такое. Но без босса я не смогу открыть сундук. То есть не смогу сделать исследование, которое мне необходимо. Мне получается, сейчас придется возвращаться домой и идти к другой части, к другому данжону, чтобы также его исследовать. Я надеюсь, что это не тотальный баг и все-таки есть данжи с боссами. Иначе это какая-то очень некрасивая вещь получается. Я снова дома. Снова я весь кислород перезарядил. И отправляемся на исследование и на поиски еще одного босса. На этот раз, получается, мы вот это вот нижнего будем исследовать. Еще одна пещера найдена. И вперед ее зачищать. Офигеть, я чуть с этого падения не умер. Ну ладно. Сейчас нужно аккуратно ее только защищать. Еще один, вот это, получается, танк я выбил. И скелетов, с которыми только что здесь дрался. Прикольная вещичка, конечно. Жаль, что бесполезная. Вон снова, получается, данжон с боссом. Эта пещера, на удивление, получилась гораздо больше, чем предыдущая. Мне это гораздо нравится. И тут тоже нету босса. Это что? Просто какие-то эндермены дряхлые? Ну почему? Где босс, алло? Тут даже комнаты с боссом нету. Что за подстава? Эээ, игра. Эти яйца не ломаются. Прохода нигде нет. Что за приколы? Ладно. Может мне стоит отправиться в ту пещеру, которую мы недавно нашли. Может быть так что-то изменится. Я даже не думаю, что есть смысл заходить домой, чтобы что-то изведать. Просто отправляемся в ту же самую пещеру. Хотел я прибежать к вот этой пещере, а набежал оказывается на пещеру, которая была гораздо ближе ко мне, чем казалось бы. По-моему, при исследовании я ее сразу не заметил, но тем не менее. Я надеюсь, что в этой хотя бы пещере просто будет босс. Опа. Здравствуйте. Дэш Ор мне понадобится. Но не сейчас, наверное, попозже. Получается таким образом, что я вот отсюда пришел, шел-шел, и тут просто пустая вот такая вот пещера с спаунерами. Это очень прикольно. Но как-то очень тупо. Вам не кажется? Нет, здесь все-таки есть продолжение, просто какие-то кривые здесь данжи. По-моему, в предыдущих версиях нормально все было. Вон, посмотрите, нормальный данж. Все хорошо. Просто здесь почему-то решил заспавниться стена. Неплохо. Снова. Пустая локация, просто без прохода. Но он есть как бы, но он что-то почему-то какой-то неправильный проход. Надеемся, что в этот раз босс заспавнится. Пожалуйста. Нет, снова нету босса. Ладно. В идее босс должен появляться, как только мы войдем в эту локацию, и он должен быть здесь. Почему его здесь нет, для меня непонятно. Почему вот эта вот стенка замурована, почему вот эта комната замурована с вот этим вот сундуком, тоже мне непонятно. Это не должно вот так вот тупо работать. Ладно. Тогда мы идем, получается, все тот же данж. Тот самый, который мы нашли путешествуя. А эти, получается, данжи у нас были в изначальных локациях при приземлении. И будем надеяться, что вот наш, получается, найденный данж все-таки будет работать, нежели вот эти вот. И снова подниматься. У меня даже кислород закончился уже в этих баках. Пока я хожу и ищу вот это вот все безобразие. Я, конечно, не специалист, но, по-моему, боссы должны все-таки спавниться, если данжон предназначен для этого. Вот эта пещера. И я очень сильно надеюсь, что здесь все-таки будет этот самый босс. И снова тут встречается пустая комната, в которую мы упираемся, но тут есть выход. Сразу комната босса и... ОООО! Да ладно! Заспавнился! Офигеть! Класс! По-моему, с этим боссом мы должны сражаться именно таким вот образом. Мы должны отбивать у него динамит. Для меня это было так неожиданно! Я вообще не ожидал себя здесь увидеть. О-хо-хоу! Да, мы наконец-то тебя победили. Так, маленький криппер. Уйди отсюда. Это был очень легкий босс. С него падает достаточно большое количество уровня. И, наконец-то, ключик. Ключик. Тот самый ключик, с помощью которого мы, наконец-то, сможем открыть этот самый заветный сундук. Плохо то, что не заспавнились боссы в тех предыдущих донжонах. Несмотря на то, что у меня, как бы, сложность заблокирована. То есть, я не могу менять сложность в игре. Они могли, как бы, задеспавниться только в одном случае. Если как-то у нас изменена сложность. Но сложность изменить нельзя. Поэтому очень странный момент с этими боссами и непонятный. Ну, в общем, в этом сундуке самое прикольное для нас это вот эта вот ТР-3 ракета. И теперь мы с спокойной совестью, с помощью этого чертежа, можем отправляться домой. И, наверное, в скором времени заиметь себе ракету. Теперь же я прибыл домой. И мне предстоит очень достаточно долгая сортировка предметов. Хотел бы я сказать, но благодаря вот этой вот малюсенькой системе, о сортировке предметов можно просто забыть навсегда, наверное. И просто мы закидываем все вот эти налутанные предметы сюда. И вообще в ус не дуем. И все у нас замечательно. Мне останется сейчас, наверное, заправить все баллоны снова кислородом. Для будущих вылазок. И скрафтить нужно себе сейчас большой-большой сборочный верстачок. Где мы сможем себе в следующей серии построить эту самую ракету. Нам, получается, нужно скрафтить вот такой вот NASA Workbench. У нас для этого все готово. С исключением Advanced Waffer. А это что такое? Это силикон. Редстоун. Ну, в принципе, такие вот вещи, которые очень лениво скрафтить можно. В общем, верстак NASA мы успешно делаем. Ура! Давайте его где-нибудь пока что здесь разместим. Пока у нас здесь производственная база. И теперь, получается, я должен нажать Next. И засуну сюда чертеж и изучить его. И, получается, теперь у нас есть первого тира ракета и третьего тира ракета. Оступился, и меня убили собственные провода. Класс. Более нелепой смерти я, конечно же, не видел. Но хотел я сказать, что, как ни странно, для того, чтобы улететь с Марса, нужен именно второй тир ракеты. Но второй тир мы не можем получить. Но мы получили третий, что гораздо лучше. Что позволит нам летать на астероиды. А что самое, наверное, для нас вкусное, это то, что данная ракета, а именно постройка данной ракеты, поможет нам вернуться на Землю. Но я думаю, то, что уже постройка ракеты и всего того, что необходимо для того, чтобы эта ракета успешно полетела в космос, мы будем заниматься уже в следующей серии. Ну а пока тогда на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга, Мамору. Еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok